Привет, ребята. Сегодня мне задали вопрос, почему ты развелась? Тебе что, муж изменял? Я ответила нет. У меня спрашивают следующий вопрос. Абьюзер. Вы знаете, мне очень давно не задавали этот вопрос, это всё-таки личный вопрос. Но когда я ходила на свидание часто, я слышала этот вопрос от мужчины. Когда я говорила, когда я отвечала на эти вопросы, люди искренне не понимали, а почему же ты развелась, что же случилось? То есть в понимании людей ты можешь развестись, уйти от человека, расстаться с человеком только по двум причинам. Или так, по трём. Ну да, в основном по двум причинам. Типа он тебя бил, он тебя изменял. Всё, других причин как будто бы не бывает, не существует. И вот я до сих пор не разобралась, как отвечать на этот вопрос, потому что ни одна из этих причин не подходит. Когда я начинала говорить людям, что мы просто стали разными, просто так произошло, всё наслоилось, много причин было для этого, люди реально не понимают, они думают, что я им лопшу какую-то надешивую, что причиной, я не хочу говорить причину развода, а я просто начинаю говорить какие-то вещи, чтобы слиться с темой. Но на самом деле нет. Я просто в это видео хочу донести всем, кто правда думает, что существует всего лишь две причины для развода, что на самом деле нет. Люди просто в течение жизни очень сильно меняются. Они потом смотрят на жизнь с разных абсолютно ракурсов, и уже в какой-то определённый момент не по пути становятся. То есть, допустим, один идёт взложничество, а другой уходит, не знаю, в компьютерные игры, ну, это я, к примеру, говорю, да, и всё. Взложничество. У людей разные интересы. И то и то, по сути, избегание от проблем, проблемы всё-таки надо решать, а не убегать от них. Вот, но тем не менее. Да, в жизни так бывает, что просто люди понимают, что они живут как соседи, или что у них там разные ценности стали. То есть, ну, я не знаю, как доносить это для людей, потому что, ну, правда, большинство людей считают, что измена и абьюз – это единственные причины для развода. Но я вас уверяла, ребята, это не так. Жизнь не полосатая, у жизни есть полутона. И, к сожалению, так случается, что люди разводятся, потому что они просто уже не могут быть вместе. Все работы по дому. Жизнь не так бывает. Ах, ребята, всем здорова, салоночная связь. А я вам, ребята, озвучу сейчас тоже одну интересную причину у чаечек для развода. А это модно. Сейчас это модно, ребята. И плевали они на семью, там, на мужа, на детей, на их психику и так далее. Потому что так модно. Потому что она личность. Потому что она хочет свободы. Ты не имеешь права ей указывать. Я-то задолбалась тебе готовить. Я тебе что, кухарка, что ли? Или там домработница. И так далее и тому подобное. Просто модно в угоду нынешним трендам. Ребята, это есть. Это действительно есть. Но действительно, там, вот, такие причины, там, как измена, абьюз. Даже этот, такой, я не знаю, вот этот, новое понятие такое пошло. Да, вот интересное тоже. Но, тем не менее, ладно, как бы. Женщины к абьюзу относятся по... В разное время своего самочувствия по-разному. То есть, сначала ей нравится абьюз, когда там, типа, сильный, дердкий, такой, что ты там, альфанч такой, да, там, ее там, вообще не слушает, нифига там, берет, когда хочет. Да, потом это абьюз. Ребята, потому что именно тогда, когда она выходит замуж, просто поймите, это тут нить, так скажем, да. Когда они еще не женаты, когда она только ищет самца себе, да, ей это нравится, абьюз, она кайфует от этого. Но, она же думает, что она сейчас выйдет замуж, там, статус, он станет удобным, послушным. То есть, как бы, вот, она думает, что он сейчас действительно возьмет и изменится, станет такой, прям, поймальчик такой, послушный зайчик такой, будет на работку ходить и денежки приносить. А этого не приходит, ребят. И потом абьюз ей становится уже, это как бы, ну, противный, фу, ты что такой абьюзер, да, там, ты тиран, там, и так далее. Так тебе что-то нравилось? Ты просто замуж вышла не за того. Вот и все. Они не умеют выбирать себе мужчину, ребята, не умеют. Они думают, что они сейчас найдут себе абьюзера, он только, опа, и изменился ради нее. Ага. Держи карман шире, чаечка. Гляньте, какая, с полосочкой. Должен выполнять только мужчина, подписывайся и быстрее смотри. Все очень просто и объяснено природой. У мужчины гормональный цикл длится 24 часа, в то время как у женщины 28 дней. Именно поэтому мужчина может встать в 5 утра, привести себя в порядок, побежать на пробежку, потом прийти, приготовить завтрак для своей любимой, посетить с детьми и сходить еще на работу и заработать миллион долларов для своей любимой женщины, потому что у него есть на это ресурс. В то время как женщина в некоторые дни может чувствовать себя полностью обессиленной, а в некоторые дни она может быть бодра и весела. Именно поэтому женщина должна, она просто обязана отдыхать. Это так предназначено природой. Быстрее отправляйте своему мужчине, который забыл свое природное предназначение. А с вами была психолог Евгения Лизагубкина. Всем до встречи. Мужчина. Лизагубкина. У меня знакомая была Машка Лиза Яйкина. Тоже психологом себя называла. Ну что, нормальная деваха такая была. Ой, ребята. Ну знакомая была. Что тут такое? Ребят. Как бы так выразиться, знаете, корректно, и чтобы никого не обидеть, чтобы все было чинарем, так скажем. Вот что там чаечка хочет, что ей там по природе предназначено, чтобы она хотела, чтобы она желала. Мне положить большой толстый на все ее желания. Вот просто, вот честно. Мне вообще все равно, что она там хочет, что она там требует. Я ей ничего не должен. Все. А Машку Лиза Яйкину я потом, знаете, что с ней делаю, ребята? Как-нибудь потом расскажу тоже. Интересная была особа, ребята, честное слово. Не тратит на вас деньги? Ну какая вам разница? Стравный он, жарный он еще, что-то в больнице он, какой он. Это просто значит, что вы не стоите для него по разным причинам его денег. Да. Не тратите на него время. Поговорили. По-любасику, ребята, по-любасику. О мужчинах теперь поговорим о девушках. Волокордин, где? Ладно, так попробую. Ну страшно, сухой. Целлюлит это норма. Пышная форма это красиво. Худые девушки тоже красивые. Единственное, что не должна делать девушка, это переделывать себя под какие-то рамки, мерки. Делать себя лучше до несуществующего идеала. Волк сотворил женщину уже как что-то невероятно красивое, совершенное. Единственное, что должна делать девушка, это любить себя. То есть получается, те чаечки, которые делают сиськи, жопы, губы, красятся там вот это сверх нормы и так далее. То есть это все там себе подтяжки, шмяшки. То есть они считают, что они некрасивые. Но она сама сказала правду. Точнее, по сути дела правду. То есть Бог уже создал. Я не ухожу в религию, но тем не менее. Она говорит, что Бог создал уже идеальную женщину. А зачем вы все переделываете? Зачем? Считайте, что вы некрасивые, да? Хоть бы думали, что говорят, ребята. Ребята, наберитесь терпения, сейчас это будет чавкать. Покажите мне этого человека, который любит работать. Бесец. Мне кажется, каждый второй точно больше работать не любит. Ты должна за мужем ухаживать. Я не знаю, ребята, честно. И у них есть, ребята, постоянные подписчики, которые, ну, то есть прям вот завсегдота их канала, они вот смотрят, как они жрут и чавкают. Ребята, я не знаю. Нет, знаете, там бывает, люди там кушают даже, там, что-нибудь там, ну, там, такое легкое, да? Там, кофе пьют, там, что-нибудь, может, какую-то пироженку, да? Они настолько это культурно, они никогда не чавкают. Они там, ну, там, крошки эти все, они не швыркают. Господи. Я не знаю, ребята, как вот это можно? короче ладно разве слова должна вот это бровки у него дали бы так классно место женский и супружеский долг я не робот и тоже устаю а мой муж не маленький ребенок зачем тогда ему жена нужно смысле зачем он меня любит не за еду не за уборку и прочее и когда я устала и не хочу что-то делать у меня поднимает о другую найдет это точно не путевая ты какая-то конечно другой же за борщом и чистой посуды ходят ржавые брови да ребят это не оскорбление в случае этот цвет такой ржавенький да такая прикольная чаечка кстати ребята что могу сказать по всему по поводу всего этого безобразия да чаечки снимают интересный контент вот опять таки в кавычках интересно для того чтобы мы с вами прозревали все больше и больше вы думаете это что они там они вот эти некоторые которые жрут на камеру которые я имею ввиду да они некоторые такие чаечка не выстраивают свой контент на хейте даже не контент а якобы популярность они думают что это типа они станут популярными за счет хейта типа черный пиар короче хей да слушайте ну ну если там какая-то знаменитость это бы дело там пыталась бы но это другой момент то что надо растет до высот какой-то знаменитости я сильно сомневаюсь вот честно в моем честно в моем по моему то господи это такое уже чаечками затроили в моей памяти оставлю останется просто чавкающая чаечка вот и все чавкающая чаечка много букв ч вот и все ребята пишите пишите свои комментарии по этому поводу что вы думаете жрать на камеру такой термать и чалкать нормально или нет